В этом видео я в очередной раз буду рассказывать о всех изменениях, которые происходят в игре HeartWorld, и которые выпускаются под названием idmv2. Хотя, если честно, уже и не хочется. Игра разочаровывает с каждым следующим обновлением. Да и само слово подразумевает что-то новое, а не перекраску и переделку того, что было. В этом видео будут действительно нововведения, которые разработчики сделали, а они будут не такими, как раньше, и в основном они хорошие. Хотя, несмотря на это, HeartWorld все еще остается неиграбельным. Ну, я имею ввиду тот самый idmv2, который разработчики все пытаются переделать и выдать за финальную версию, которая наконец-то должна выйти из раннего доступа. Но, предчувствую, еще пару лет она из него не выйдет, потому что все не то и все не так. И я неспроста в самом начале ставлю сразу же эту нарезку, которая показывает все, что есть в игре. По ней можно посмотреть, что картинка действительно сочная, красочная, и куча новых предметов, много локаций, одежды и всего прочего. Может возникнуть ошибочное впечатление, что разработчики наконец-то взялись за ум, добавили все нужные вещи, и можно вечерами засиживаться и спокойненько изучать мир HeartWorld. Но, к сожалению, это не так, хотя у меня данное впечатление обманчивое как раз и возникло. Да, конкретно это обновление лучше, чем все предыдущие, которые были. Но только лишь по той причине, что они были полным говном. И все изменения, которые мне действительно теперь понравились, они являются просто возвратом к тому, что было, к нашему старому HeartWorld, который мы полюбили. Возникает впечатление, что люди, создавшие игру, и те, которые сейчас делают обновления, совсем разные. Старый HeartWorld лучше нового. К сожалению, это так. И, как я вижу, ETH MV2 не жизнеспособна и неиграбельна. Я надеюсь, что разработчики придут все так же к старой версии и будут в нее всего лишь добавлять новые предметы. Что ж, приступим к разбору того, что есть. Во-первых, стартовый экран изменился. Теперь у нас покажется моделька персонажей и все наши модификации, которые мы выбираем. Прискорбно, что для выбора доступны только гейские и фриковые прически. То есть выбрать нормального человека с обычными короткопостриженными волосами мы не можем. И для психически здоровых людей остается выбор только либо лысина, либо ирокеса. Почему среди выборов недоступна стандартная прическа, что была в старом HeartWorld, мне не очень понятно. При возрождении у вас будет точно такой же экран, и игра не запоминает ваш выбор. Поэтому стартовый, если нажать сразу подтвердить, то вы будете темным лысым персонажем. Поэтому большинство людей, которые бегают в этой игре, темнокожие. Зайдя в игру, первое, что мы заметим, что янтарь сыпется огромными количествами из всех ресурсов. Даже из тех камушков и деревяшек, что просто лежат по берегу и добываются путем сбора. Олени больше не нападают, а только убегают. Правда, иногда застревают в скалах, и их можно спокойненько убить. Из них выпадают все так же мясо, сухожилия и кожа. Начинаем игру мы в бич биоме, где можно сформить основные ресурсы для того, чтобы скрафтить каменный верстак и прочие необходимые инструменты, которые будут использоваться именно в этом биоме. Да, верстаки теперь отличаются. Каменный, железный, мондюмный, тетранюмный. То есть мы будем делать в каждом биоме свой. Кстати говоря, есть новый бах. Теперь стрелы можно не тратить, особенно в начале игры это очень пригождается. Натягиваем тетиву, нажимаем тап, выкидываем колчан и стреляем спокойно одной халявной стрелой. Вот смотрите, у меня было 5 стрел, я одну выстрелил, поднимаю колчан и у меня снова 5 стрел. Казалось бы, круто и можно в начале не тратить кремнии и дерево для того, чтобы делать стрелы, но не то чтобы прямо так, потому что в игре есть еще один бах с верстаком, который позволяет вам крафтить по старым рецептам стрелы, которые были в предыдущем обновлении, а они там очень дешевые. Как видите, в бичке теперь в памяти специализирована каменная руда. То есть камень теперь не падает с железных шахт или с кремниевых, а он падает чисто только с каменных. Руда будет отличаться в зависимости от той локации, где вы находитесь. То есть если в бичке мы добываем примерно по 5, то в дальних более прокачанных биомах мы можем увидеть огромные шахты, из которых добываются уже по 30 и более. Заметьте, что ресурсы добываются достаточно быстро, то есть вы не слишком много задротно будете фармить, и в каждый биом, заходя, вам потребуется лишь немножечко пофармить, чтобы построить все необходимое. Но вот верстаки собираются достаточно трудоемко. В связи с чем основная наша задача при попадании в каждую новую местность, это первым делом собрать новый верстак. И в нем уже скрафтить все необходимые вещи, которых в каждом из верстаков не так уж и много. И ресурсы, которые мы будем тратить на крафт вещей, совершенно минимальны по сравнению с теми, что тратятся на производство самого верстака. Игра вообще теперь очень сильно мотивирует на то, чтобы вы покидали низкоуровневые биомы и переходили все более и более сложные. Но есть один маленький момент, который эти переходы осложнит. Ну, во-первых, инструменты, которые надо крафтить, ведь вы не можете кремниевой киркой собирать руду в более прокачанных биомах. Вам нужна каменная, потом железная и так далее. Да, все верно, теперь две начальных кирки, это кремниевая и каменная. Хотя топоры все так же остались, после кремниева сразу идет железный. Второй момент, осложняющий перемещение по территории, это радиация. В каждом следующем биоме она будет все сильнее и сильнее действовать, поэтому вам нужно крафтить вещи, которые от нее защищают. И я вроде как бы понимаю, что разработчики это сделали для того, чтобы люди не бегали голышом, чтобы всегда было что отнять. Мороз, он как бы тоже мотивирует создавать вещи, но люди могли запастись жаровней, либо костром и спокойненько бежать в зиму, либо в пустыню, там ставить тотемы и фармить. Но эта радиация все-таки жутко бесит. Вы возрождаетесь у тотема, и у вас есть всего лишь несколько секунд для того, чтобы найти вещи и спастись от гибели от радиации. Как минимум половина здоровья при этом тратится, так как радиация бьет нещадно. Вот смотрите, я попал в новый биом, вижу, что тут наконец-то есть глина, отлично, и тут хренакс, что-то меня долбит радиацией. Я не могу собрать глину, потому что у меня кремниевая кирка, а не каменная. Это был первый сюрприз, а радиация это второй. Поначалу вообще непонятно, с какого фига радиация меня бьет, и бьет достаточно сильно. Пришлось очередной раз прочитать дефблог, и конечно тут уже стало все понятным. Учитывая, что в этой версии бетон крафтится из 30 кусков глины, а она есть только в осеннем биоме, в котором бушуют радиации, а нам же еще нужен верстак и одежда, значит сейчас мы должны воспользоваться лачугой, и никак иначе. Этим в общем-то и объясняется большое количество лачуг в бичке. Игра в общем-то практически обязывает нас на то, чтобы поставить эти хижины. У нас и другого выбора особо-то нет. Для постройки дома нужен фундамент. Даже самый маленький кубик этого фундамента требует 30 глины, а ее собрать будет непросто, ведь бушует радиация в биоме, плюс ко всему нужна каменная кирка, значит верстак нам нужно строить по-любому, куда-то его желательно спрятать, ведь нам нужно много ресурсов, строим хижину. Да, из игры теперь убрано достаточно много ресурсов, это ультраниум, жир животных, известняк и кора дерева. Багов много, и все они достаточно неприятные. Некоторые мешают играть, а другие делают эту игру непроходимой. И конкретно эта обнова оказалась настолько заполненной багами, что по сравнению с ней все предыдущие версии можно считать стабильными. Даже в таких мелочах, как посадка Орвонга, я его сажал, не получалось, и тут хренакс, и он просто пропал. Обидно. А главное, почему так происходит, ведь никаких изменений с посадкой растений не производилось. Откуда появляются баги в этой сфере, знают только одни разработчики. Кузова транспорта разбросаны по всей карте, и транспортный ключ вы можете собрать с самого начала игры, только вам это особо не поможет. Кузова неосезаемы. Вы можете в них сесть, но не разобрать. Можно было бы подумать, что их сделали неразборными, если бы не квадроциклы. На них ключ хорошо очень даже действует. Значит все-таки очередной баг, который скорее всего скоро поправят. Мотоциклы тоже разобрать нельзя. В игре присутствует озеро, на дне которого растут деревья. Наверное, это такие водоросли. Хотя мне кажется, лучше бы этого озера и не было. Оно опять виртуальное, неосезаемое. Я уже говорил о том, что не понимаю, зачем разработчики добавляют то, что не работает. Вроде только начал рассказывать об обновлении, а тут одни баги, баги, баги. И я это не специально. Разрабы делают это все сами, как будто специально. Кстати, смотрите, забавный момент. Обратите внимание на размеры компаса. Вот такую вот штучку мы носим в кармане. Территорий арты достаточно много, и они весьма функциональные. Спаунится лут, можно лечиться, иногда и транспорт поразбирать. На некоторых из них лута настолько много, что можно не уходить и постоянно только заниматься тем, чтобы собирать ящики. А новые спаунятся прям при вас. Двери некоторых домов почему-то обладают эффектом лечения. Надо всего лишь разбежаться, уткнуться в двери, и вы отхилите все свои жизни. При этом анимация воспроизводится, как будто вам наносится урон. Но все происходит наоборот. Вы наоборот лечитесь. Детонаторы сыпятся в больших количествах, найти на РТ их не составляет особого труда. Почему-то показываются в виде коробочки. Но вы не сможете собрать взрывчатку, потому что мондиум не добывается, а это значит, что рецепт не реализуем. Такие дела, ребят. Но это еще не все приколы. Дело в том, что есть и баг с верстаком, который позволяет нам делать более дешевые стрелы. И только при помощи этого бага мы можем в данной игре делать бензин. Потому как крафт бензина во всех верстаках отсутствует, кроме багованного. И без данного бага его никак не сделать. А суть заключается в том, что мы должны при помощи строительного молота убрать верстак и снова его поставить. И тогда он заменяется на ту версию, которая была в старом ИТМВ2. И там мы найдем и крафт бензина, и всех остальных рецептов, для которых сейчас в данный момент даже нету ингредиентов. Можем сделать нити, которые теперь абсолютно нигде не используются. Либо фабрикаторы, для которых в данный момент нет деталей. В общем, создать целую кучу мертвого, неиспользуемого контента. Но че это мы все о плохом? Да о плохом. В игре на самом деле есть и приятные моменты. Это карта, которая пока не полная, можно сказать в урезанной демо-версии. Но все-таки здесь есть такие вещи, которые просто подкупают. Ведь многие из нас любят различные нычки, в которых можно построить хорошие антирейдовые здания. И вот сейчас мы пробираемся в одну из них. Это кратер, который в общем-то присутствует из старой версии Хертворда, но здесь он сделан полноценно. То есть в него ведет пещера подземная, через которую мы проходим и уже получаем хорошую антирейдовую площадку, где можем спокойненько застраиваться. Выход же из кратера происходит через верх. Для этого нужно найти специальные камни, через которые будете безопасно спрыгивать, не теряя здоровья. Внутри же имеется достаточно большое количество камня, которые поможет вам построить вашу базу. И подобных мест на карте очень много. Такое чувство, что разработчики посмотрели, что нам это действительно нравится. Мы любим делать нычки между камнями различных расщелинах, и многие этим хорошо увлекаются. И они дали нам то, что мы хотим. Новая карта, это наверное одно из немногих изменений, которые я действительно могу похвалить. Она мне нравится, ее интересно изучать, и в ней есть очень много шикарных мест. В данном направлении им и стоило изначально двигаться, то есть улучшать то, что нам и без того нравилось. И теперь они, кажется, схватили эту идею и будут ее дальше прорабатывать. Каждый биом огромен, в нем есть как новые места, так и узнаваемые нами ландшафты. И это все перемешано, как будто игру взяли, запихнули в миксер, как следует взболтали, и теперь мы видим то, что есть. Мне, правда, немного не хватает биома с пустыней. Разработчики сочли его скучным и однообразным, в котором мало объектов, и поэтому заменили его осенним, как я понял. Это как-то странновато. Пустыня, она потому так и называется, что должна быть пустой и безжизненной. Можно было добавить побольше объектов, таких как вот авианосец уже у нас был. Можно было бы разваленные танки, различные разбитые ракеты, куски домов и всего прочего, что занесло каким-то образом туда. А впрочем, пускай делают все, что хотят. Может быть, что-то дельное у них и получится. Я думаю, нам, игрокам, которым будущее Heartworld все еще не безразлично, нужно почаще писать разработчикам и предлагать свои идеи. Если 10-20 человек будут говорить одно и то же, они все-таки прислушаются и будут клепать именно то, что мы просим. Если хотите, в качестве эксперимента можно для начала их попросить, чтобы сделали какой-либо осветительный прибор для перемещения в темноте. Например, это может быть факел, фонарь, либо шахтерская каска с фонарем, которую можно носить на лбу, наподобие как в игре Don't Starve. Также, мне кажется, в данной игре было бы очень уместно создание модифицированных боеприпасов, например, отравленных или взрывных стрел. Если же у вас есть какие-то свои особо интересные идеи, то пишите их в комментариях, и мы будем спамить им личные сообщения, чтобы хоть как-то на нас кто-то обратил внимание. Надо отдать должное разработчикам, они все-таки не сидят на жопе и хоть что-то досоздают. Не всегда удачный контент, но все-таки новый. И я думаю, чем больше мы им будем писать о наших идеях, тем в игре больше будет действительно нужного контента, а не всякого барахла, позаимствованного из других игр. А то ведь обычно происходит как? Мы выражаем свое недовольство и высказываем свои идеи где-нибудь в комментариях под данным видео, либо своему другу, либо какому-то ютуберу, но не пишем лично разработчикам. И они об этом абсолютно ничего не знают. Они не читают ваших комментариев, они не смотрят ютуберов, у них есть своя определенная аудитория, как правило, говорящая на их языке. Поэтому в очередном обновлении этой игры мы и видим идеи данной аудитории, а не наши собственные. Что ж, перейдем дальше рассматривать обновления. РТшки все достаточно разные. Некоторые выглядят как военные базы, другие как заводы, третьи как какие-то заброшенные города. Лута много, он находится в пределах доступности, но все-таки придется побегать, попрыгать, чтобы достать какие-то определенные коробочки. Так как машины и мотоциклы не разбираются у нас с гаечным ключом, то все запчасти для них мы можем найти именно здесь. Лично мне такие зоны РТ нравятся больше, чем те, которые были раньше. Они гораздо интереснее и выглядят более постапокалиптично. Вся эта беготня по крышам зданий, контейнеров, по различным трубам, либо сооружениям, балкам перекрытий, приносит достаточно немало удовольствия, и чтобы достать очередной ящик, придется как следует изловчиться. Думаю, разработчикам стоит впихнуть какой-нибудь ящик на крышу здания, либо на антенну, чтобы мы сами искали способы оттуда его достать. Бетон, к сожалению, сейчас в игре оформиться достаточно сложно, поэтому большинство зданий построены вот таким вот способом, на подпорках. Как я уже говорил, достаточно большое количество мест для нычек в скалах и холмах, но есть один момент, так как в игре больше нельзя серфить по наклонным поверхностям, мы можем просто застревать в некоторых из мест. И это очень неприятно, так как застревая, нам остается только самоубиваться, либо же персонаж сам глючит и убивается об землю. Такое чувство, что он находится в прыжке, а потом резко приземляется. И в этом случае, прощай лут. И самое главное, что вам нужно держать всегда одежду в ящике рядом с тотемом, так как как только вы зареспаунитесь, вам нужно срочно одеться, иначе вас опять убьет радиация. Несмотря на то, что карта вроде как и новая, но можем найти очень много знакомых нам мест и ориентиров, например арка или кратер, который я показывал вам ранее. А вот шары обсерватории я пока еще не нашел, вероятно по той причине, что разработчики будут еще добавлять новые объекты в игру. Хотелось бы во всяком случае на это надеяться. А пока что у нас дорога начинается в одном туннеле, заваленном камнями, и заканчивается в другом. И протяженность дороги не особо-то и велика, из-за чего карта, которая поначалу казалась огромной, на самом деле такой не является. Старая версия развязки дорог мне нравилась как-то больше, с тупичками и перекрестками. Раз уж я заговорил о дорогах, то наверное надо перейти к транспорту, на котором мы будем по этим дорогам ездить. В основном тут ничего не претерпело изменений, кроме некоторых минимальных самых, которые касаются в основном того, что кузова транспорта мы гаечным ключом разобрать не можем в основном. Но эта ситуация слегка компенсируется обилием лута на АРТшках. Правда с квадриками все хорошо, с кузовами они ключом разбираются, и их можно собрать в любом другом месте. Некоторый транспорт по какой-то непонятной мне причине упорно не хочет клеймиться, то есть вы не можете его на себя записать, из-за чего он через некоторое время может пропасть из игры. Такое у меня было конечно только один раз, но все-таки было. Также пропадает инвентарь, хотя другие все его видят, и та же ситуация с клеймом, то есть вы его не видите, а другие его видят. По непонятной мне причине двигатели на квадроциклы потребляют больше бензина, чем автомобильные. Это как-то странно, ведь кузов автомобиля тяжелее, и более реалистично было бы сделать так, чтобы машина потребляла максимальное количество бензина. По причине топлива мотоцикл остается самым привлекательным транспортным средством, ведь он потребляет его меньше, чем все остальные. Учитывая, что кору как ресурс из игры убрали, и весь пепел необходимый для крафта бензина делается теперь из жженого мяса, которое достаточно тяжело достать, то бензин это очень такой дорогой материал. Можно конечно подобрать и колеса, влияющие на расход бензина, но в любом случае большое транспортное средство теперь могут себе позволить какие-либо кланы, но не человек-одиночка. Теперь немножко думаю стоит сказать об оружии, тут особо говорить нечего. Пистолет, говно. Болтовка, тоже говно. Дробовик чуть лучше, но тоже не очень. А вот из убийственных штук у нас луки. И новый предмет мачете. В зимний биом можно вообще не соваться, ребят, поверьте, делать там нехрена. Во-первых, вам для этого придется собрать целый набор вещей против радиации. Во-вторых, вещи против холода. В-третьих, там ничего нет, что вам бы пригодилось. А то, что есть, добывать вы не сможете. Находятся там большие шахты красной руды и зеленая руда. И также некоторые животные. Так вот, с животных не падает ровным счетом ничего. Кого бы вы не убивали, ете, либо вот этих плюющихся куриц, они ничего вам не дадут. Ни кожи, ни сухожилий, ни мяса, ничего. Ну ладно, хорошо, скажете вы, кожу мы можем надобывать и в предыдущих биомах и просто привезти сюда. А может быть стоит поехать хотя бы за рудой, ведь здесь есть большие шахты красной руды и зеленая руда. Но тут, ребят, вступают в дело самые неприятные баги. Во-первых, красная руда просто не добывается, а зеленая даже не позволяет к ней подойти. Ну и плюс ко всему тоже не добывается. А это значит, С4 вы не сделаете, зеленый верстак вы тоже не сделаете. В общем, в зиму приезжать не стоит. Картинка вырисовывается достаточно мерзопакостная. Биом есть, ресурсы в нем тоже должны быть, но смысла в нем находиться никакого нет из-за багов. Что ж, будем ждать каких-то фиксов и обновлений от разработчиков и надеяться на то, что их карт наконец-то выйдет из раннего доступа хотя бы в ближайшем году. Если вам понравилось видео, то можете поставить лайкосик, ребят, подписывайтесь на канал, буду снимать очень много еще всего по оклоигровой тематике. Всем спасибо за просмотр и пока!